Братья и сестры, мы всегда читаем это святительское Евангелие, когда мы очень служим в службу святителям, да, различным. И очень важно, братья и сестры, нам помнить, что Господь по-разному называет своих учеников. Он говорит овцы, он говорит, что не называются рабами, называют вас друзьями. Но Святая Церковь дополняет это. А когда мы крестимся, то нас называют не только рабами Божьими, нам все называют и Сыном Божьим по благодати дочери, учеником и воином Христовым. Вот все эти названия, они показывают нам путь. Понятие пути есть очень одно из важных понятий библейских. И сам Христос говорит, что Он есть путь истинной жизни. Поэтому, если мы представим, вот как входит пастырь, тут вот эта ограда каменная, да, там овцы, причем, видимо, там овцы могут быть разных хозяев. Поэтому Господь подчеркивает, что мы Его голос слышим. Там же другие люди обращаются, всякие сектанты и люди других вер, мы же их не слышим, мы слышим Христа. Вот, мы идем по православной вере, да. И вот входит туда дверник, он открывает дверь, его туда пропускает охранник, а потом на куда их ведет? На луга, на пастбище, там где травка и чистая водичка. Да, вот он ведет их, чтобы они питались хорошо и, в общем, чувствовали себя хорошо и, как бы, принесли ту пользу, которую они предназначили на овечке. Да, потому что в древности вообще скотоводство – это было все. Это был и транспорт, и дом, и пища, и одежда, все, что хочешь. Вот, вот сейчас мы привыкли, Паш, пошли, Паш, на шопинг. Что хочу, то и куплю. Вот, раньше-то, конечно, так не было, поэтому мы очень важно это представляем. Поэтому очень важно, братья и сестры, что Господь нас призывает идти этим путем. Но на этом пути, как Святой Отце учат, есть три, по крайней мере, варианта служения Богу. Мы это видим у Василия Великого. Он говорит, что есть рабское состояние, наемническое и сыновь. И он поясняет, что это значит. Раб служит, потому что боится наказания Божьего. И делает добро, потому что боится наказания. Наемник делает добро, то есть исполняет заповеди, потому что он что-то от Бога хочет. Я тебе, а ты мне. Вот я сейчас это исполню, а ты мне это за мной. А вот сыновье состояние, это самое высокое. Когда человек делает добро ради самого добра. Когда он исполняет заповеди, любя Бога и боясь его. Боясь в том смысле, что боится его потерять. Очень важно помнить, что есть разные виды страха. Есть раб страх и рабский, а есть раб сыновь, когда человек боится потерять Бога. И вот на этом пути очень важно нам, конечно, иметь такое мужество и терпение, чтобы нам не ослабевать. Потому что человек, он немощный. Мы не можем все время быть в одном и том же напряжении. Мы по себе знаем, мы всегда можем себя послабить, что-то как-то расслабиться и так далее. Но все это есть некий такой тактический путь. Мы вспоминаем, скажем, житья Антония Великого. Он идет по пустыне и что-то смешное о монахам рассказывает. Охотник из Александрии, богатый, увидев это, очень скусился. Говорит, что это ты смешишь монахов-то? А он говорит, ну как, у тебя есть лук? У него лук в руках был. Говорит, натягивай тетиву, натяну. Ну еще натягивай, еще, еще. Больше не могу, это тетива лук. Поэтому в духовной жизни очень важна мудрость. Очень важно, братья и сестры, нам мудро подходить к нашей духовной борьбе. И помнить, что, конечно, мы боремся не с людьми, а с нашими страстями. Чтобы наше сердце было чисто, и чтобы благодать Божия в нас пребывала. Вот Святой Николай, чем удивительно, что он такой уникальный, гениальный духовный человек, что благодать в нем обитала и обитает сейчас. Вот ему можно помолиться, Святой Николай, моли Бога о нас. И Святой Николай нам помогает практически моментально. Это удивительное его свойство такое, почему он очень любим всеми народами. Вот его имя как победитель народа можно им так перевести, что он побеждает народы своей любовью. Любой человек некрещенный, из любого народа. Можно говорить, Святой Николай, моли Бога о мне. И тут же Святой Николай помогает. Вот это уже есть множество доказательств, есть множество опытов по этому поводу. Вот поэтому будем молиться Святой Николаем, чтобы нам он помог в нашем движении, в этом пути, потому что мы должны двигаться вперед, вверх, в Царство Небесное. Чтобы нам на этом пути иметь мудрость, терпение, мужество и рассудительность. Чтобы нам идти, слышать голос Христа и идти за Ним, и быть и овцом. В чем проблема духовной жизни? Мы одновременно должны быть овцами, воинами, учениками, рабами и так далее. Потому что жизнь многообразная. Человек иногда должен быть и овцой, иногда воином, иногда учеником по-разному. Это очень важно, в чем сложность духовной жизни. Поэтому Христос говорит, что без Него мы не можем ничего творить. Вот молиться Святой Николай, да поможет нам Господь этим путем двигаться и возрастать духовно, да? От силы в силу, как говорит апостол Павел. Помоги Господь, братья и сестры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!